Всем большой привет! Сегодня у меня сборная опять распаковка. Начнем вот с этих двух посылочек, а остальные уже присоединятся позже. Давайте поглядим. Вот такой большой сверточек. Это посылочка с Валбереса Казви уже не первый раз. Просто жизненно необходимая уже для меня лично. Это крем для рук. Но он идет не только для рук, ног и тела. С мочевиной 20%. Я уже такой крем показывала. Очень классный крем. Здесь в составе большое количество разных масел. Так, ну покажу вот так. Они тут не по-русски написаны. Но вот здесь информация, здесь лучше видно. Мочевина, масло миндаля, масло ши, масло жужуба, алантаин, глицерин, ланолин, пантенол, пчелиный воск, витамин F и витамин Е. Очень хороший крем. Здесь 300 мл. Объемы есть разные у продавца. Еще в комплекте идет вот такой дозатор. Очень удобно. Его вставляем сюда и спокойно можно распределять количество крема, которое вам необходимо. Можно пользоваться и так, но так будет неудобно. Давайте вставим. Вставляется он очень легко. Закручиваем. Крем очень густой. Очень хорошо держит влагу благодаря мочевине. Если с возрастом, особенно, кожа уже становится сухая и кремы обычные, увлажняющие, не справляются с этой задачей, то я очень советую этот крем. Я уже многим клиенткам своим посоветовала, некоторым даже сама заказывала, кто, допустим, не владеет валберисами всякими. Так, сейчас мы дождемся первую каплю. Вот. Набрали крем. Он густоватый, распределяется медленно, но зато после него кожа скажет вам большое спасибо. Я прям вот у меня закончился он, и я опять чувствую, вот здесь вот пальцы как стягивает, понимаете? Так она кожа не скажет, что сухая. Но вот эта вот стянутость, вот особенно после того, как помоешь посуду, контакт с водой, после огорода, ну, после какой-то там уборки чего-то, даже если ты работаешь в перчатках в огороде, все равно руки стягивает. А этот крем, он, ну, все, он прям насыщает жизнью, можно сказать, ручки. Они такие сразу становятся увлажненные, пленки никакой нет. Ну, мне нравится, я от всей души вам советую. Ссылочку обязательно оставлю. Обалденный крем, хватает надолго. Следующая посылочка вот в таком мешочке пришла. Я здесь уже разрезала, его посмотрела. В группе своей, в Телеграм, нашла ссылочку и кинула девочкам очень дешевый наборчик. Ну, не знаю, кто, девочки некоторые сказали, лучше не пожалейте, купите себе получше, подороже. Ну, не знаю, решила попробовать. Стоило он около 100 рублей. Здесь в наборе идет три в одном. Тушь, подводка и карандаш. Отзывы были неплохие. Так, плохо видно информацию. Немного засвечивает. Ну, тут все равно не по-русски все написано. Давайте вместе посмотрим. Взяла первый раз. У меня тушь заканчивается. Я так, знаете, иногда набегами. Когда-то возьму хорошую, когда-то дешевенькую. Поэтому тут просто попалось на глаза. А вообще, подписывайтесь. Я вас приглашаю на свой Телеграм-канал. Телеграм-группа есть там, которая к каналу относится. В группе в этой мы общаемся и обмениваемся ссылочками. Ссылочки очень хорошие. Девочки потом хвалят. Спасибо, говорят, за эти ссылки. Ну, и показывают иногда, что они приобрели. Так, ну что, здесь у нас идет в комплекте карандашик. Так, ну, естественно, сводчи будем делать. Ну, знаете, такой, такой себе остаются маленькие кусочки. Вон, видите, непрокрашенные как бы части. Я карандашами редко пользуюсь. Так же, как и подводкой. Поэтому, ну, будем смотреть. Вроде как стирается тоже очень легко. Поэтому карандаш и карандаш. Я не думаю, что что-то в нем такого прям необычного. А за 100 рублей тем более. Так, посмотрим на подводку. Обычный такой кончик. Тоненький. Ну, подводка, знаете, пока на первый взгляд неплохая. Тоненький кончик. У меня иногда спрашивают, как ты красишься? Я же в очках хожу. Я говорю, да, обыкновенно. Я говорю, без очков вижу лучше, чем выговорю. Без очков близко, я имею в виду, на расстоянии. На расстоянии, ну, буквально сантиметров 25, может быть, 30. Я вижу очень четко, все прекрасно. Ну, из-за того, что очки у меня для дали. Посмотрите, какая толстая щетка. Конечно, такими я не пользуюсь. Ну, будем пробовать, раз взяли, куда деваться. Попробую, если что, в комментариях скажу, стоит или нет. Ну, я считаю, за 100 рублей такой наборчик, ну, как, знаете, такой быстрый результат. Когда нету, допустим, сейчас возможности купить хорошую тушь, там, или, допустим, времени нету. Ну, ходите, раз тут на Валберис попалась, ну, хватанули. Так как она тут теперь вставляется обратно. Так, ладно, бог с ним. Ну, и еще три посылочки подошли. Давайте посмотрим месте на них. Еще не распаковывала, но мне уже не нравится, как они упакованы, некоторые из них. Давайте посмотрим. Нашла цену такую приемлемую на вот эти пилочки. Здесь 25 штук. Мне нравится фирма Саншайн и пилочки на деревянной основе. Ну, вот увидела и взяла. В группу тоже в свою кинула ссылку, в группу в Телеграм. Вот так выглядят пилочки. Тоненькие. Ну, вы знаете, вроде как, на первый взгляд, все с ними нормально. Упаковка, правда, была не очень. Нет, пилочки хорошие, вроде бы как. На ощупь тоже абразивность с этой стороны прям такая очень шероховатая. То есть, 100 здесь, а 180 с этой стороны, с обратной. Но не на всех. То есть, здесь наоборот, видите. То есть, не стоит ориентироваться по картинкам. Могут быть по-разному. Да, пилочки неплохие. Ну, слава богу. Я боялась, что они придут какие-нибудь не такие. Здесь должно быть 25 штук. Сейчас за кадром пересчитаю. Просто интересно. Пересчитала за кадром ровно 25 штук. Не меньше, не больше. Прямо строго 25. Все, я их положу в свой специальный контейнер, где у меня разные расходники. Плохо, конечно, что они вот так вот как-то упакованы. Не отдельной упаковкой. Ну, бог с ним. Следующая посылочка. Тоже была очень хорошая цена. По-моему, в районе 60 рублей. Это апельсиновые палочки. Ну, конечно, можно их и не открывать. Ничего в них интересного. Но, тем не менее, мы их посмотрим. Здесь уже получше упакованы. Так, на первый взгляд, палочки хорошие. Я доставать не буду. Ну, посмотрите. Хорошие. Здесь заточены вроде бы неплохо. Палочки и палочки. 100 штук. И тоже ссылочки обязательно оставлю. Также оставлю их в своем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь. Будут и там ссылочки, и здесь. Но там, помимо моих ссылочек, еще есть группа, где девочки кидают разные ссылки на дешевые товары. С Валдерис, Озонс, Алиэкспресс. Так, и еще одна у нас покупочка. Это матовый топ. От мне полюбившейся не так давно фирмы. Макс Лайн Лондон. Это корейская фирма. Я сейчас активно пользуюсь гелем и топом. И базой, кстати, от этой фирмы. Ну и вот еще решила заказать молочный топ. Так, здесь у нас даже вот написано. Страна Корея. Топ молочный без дыбкого слоя. 15 миллилитров. Да что ж такое. Только вот его открыть-то не подберешься. Прям запечатано как следует. Ой, какой красивый флакончик. Вот у них все красивые. Сейчас прям покажу вам. Топ у них вот такой, обычный, да? А база вот в таком флаконе. И все они большие, такие красивые. По 15 миллилитров. Ну и здесь тоже так. Это уже отпечатки пальцев. Плохо видно, конечно, информацию. Потому что бликует, отсвечивает. Ну, что-то там можно прочитать. Мне-то отсюда видно. Верхнее глянцевое покрытие. Для гель-лака время полимеризации в ультрафиолетовой 2-3 минуты. В LED-лампе 1 минута. Так, сроки годности. До 27 года, аж до декабря. Ну, давайте посмотрим на него. Ух ты, какой он красивый. Я еще никогда молочным топом не пользовалась. Даже не видела, как они выглядят. Запах обычный, как у топа. Давайте попробуем на какой-нибудь типс, который у нас уже будет с цветом, нанесем этот топ. Вот, по-быстренькому нанесла такой... Ой, немножко я тут смазала. Смотрите. Ладно, я нанесу второй слой и вернусь. Ну, вот так вот выглядит после двух слоев. И давайте попробуем, нанесем топ. Очень интересно мне самой, как это будет выглядеть. Может, какие-то, знаете, вот больше, наверное, он будет подходить под дизайн, когда у нас блестки у кутикулы. То есть, где мы используем молочную базу, а здесь у нас топ. Мы перекрыли топом, и все, дизайн готов. Ну, а здесь просто такая туманность появляется. Можно единственное, знаете, как сделать? Вот те самые дизайны, которые сейчас показывают. Но, опять же, там нужен, допустим, стемпинг. А стемпинг все равно перекрывается топом. Поэтому я пока не вижу особого смысла в этом топе. Кроме того, как вот с блестками использовать. Ну, смотрите. Так вот интересно, конечно, вот этот сам. Если просто без всяких вариантов декора. Ну, и опять же, без декора смотрится это не очень. Ну, короче, давайте попробуем с блестками сделаем. Взяла вот такие первые попавшиеся блестки. Старенькие уже от розолинт. И сделаем сейчас такой быстрый вариант дизайна. То есть мы вот наносим у кутикулы блестки. Прямо на гель-лак, допустим, не перекрывая топом ничем. Немножечко делаем такую растяжку. Ну, еще чуть-чуть. Чтобы у кутикулы было их побольше. А там уже благодаря топу они будут плавно уходить на нет. Ну, я так думаю. Сушим. Не знаю, так все бликует. Вам плохо, наверное, видно. Ну, сушим. Давайте пробовать. Сначала делаем такое тоненькое покрытие. Еле заметное. Да, такая просто туманность небольшая получается. Дымчатость. И вот вторым слоем уже набираем побольше. Ну, то же самое, как мы с базой работаем. Только здесь уже у нас топ. И стараемся более вот в тех местах, вот в центре. То есть как бы выравнивание небольшое делать. Но, не заходя, опять же, на кутикулу. Там мы чуть-чуть промазали. И все вот тоненько здесь. Не знаю, промазала я. Нет, в начале, может быть, не показала. Ну, и знаете, как вроде ничего. Но, опять же, на любителя. Нам надо разровнять, потому что все равно остаются такие следы. То есть я сделала вывод, что этот топ, скорее всего, больше будет смотреться на светлых тонах. И мы сейчас с вами сделаем такой же дизайн, но уже на светлом фоне. То есть, видите, я его выравниваю и все равно, ну, не так смотрится, как хотелось бы. А возьмем теперь светлый фон. Это у меня вот такой гель-лак. Он камуфляжный крем называется от TNL Professional. Стоит уже очень долго, наверное, год. Я ни разу его вообще никуда не наносила. И смотрю, как бы ничего еще цвет такой интересный. И вот тоже первое, что попалось на глаза. Вот эти блестки зелененькие. И тоже так же попробуем сделать со светлым фоном. Здесь, конечно, блестки у нас крупные, в основном. Мелких мало. Ну, примерно, я думаю, понятен вариант. Они еще друг на друга тут ложатся. Поэтому, кстати, блестки от Patrice Nail. А то, может, кто-то такие захочет тоже. Сложно их набрать на кисть. Но они очень красивые. Они переливаются так красиво. Вот видите, сразу какая пачка попалась. Но ничего, нам самое-то на руку. Мы будем их утапливать в топе. Как ни странно звучит, но так долго я возюкаюсь, я думаю. Все, вот примерно так сушим. Тем временем высох у нас топ. Ой, он правда, он вообще липкости не имеет. Ну, посмотрите, ну, интересно. По идее, можно такие делать дизайны. Можно, знаете, допустим, где-то там внутри, под топом, допустим, какая-то надпись. Или какой-то, допустим, рисунок вы сделали. Или тот же стемпинг, например. И перекрыли топом. А потом сверху еще это все обрисовать. Если поверху белой, допустим, тоненькой кистью, белой красочкой. Ну, тут будет тоже неплохо смотреться. Ну, на темном, конечно, не то. Ну, тоже имеет место быть. Ну, и самое интересное, теперь перекрываем вот эти светлые. Значит, первый слой мы делаем прям полностью. Потому что нам-то топом по-любому надо перекрывать. Хоть они у нас и закрылись. Видите, сразу блеск пропал. Но все равно верхняя часть. Либо берете прозрачный другой топ и сверху просто прокрашиваете. Чтобы они максимально блестели. Чтобы матовость эта не появлялась у них. Ну, посмотрите, как классно получается. Вот с этим, да. Честно говоря, прям мне очень нравится. Я надеюсь, видно. То есть, вот здесь такой молочный эффект получился. И вот эти блесточки уходят прям туда, в никуда. Как на море, допустим, песочек. Видно, видно. Потом он уходит постепенно в дно. Вот и уже не видно. И так и здесь. Вот этот эффект очень красиво. Мне нравится. То есть, вот самое то со светлыми оттенками. Видите, он даже в тон получился оттенок. И его не видно, но зато перекрыты вот эти блесточки. Круто. Ну, вот такие у нас получились интересные дизайны. Тоже высох, блестит. Но я надеюсь, он тоже будет иметь глянец. Такой же шикарный, как вот у его же собрата. То есть, вот этот мне вообще топ нравится. Я оставлю ссылочку вам и на этот, и на этот топ, если хотите. Ну, классно, мне очень понравилось. И на этой ноте я заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на мой канал и здесь, и в Телеграм. Подписывайтесь в группу в Телеграм. Там мы общаемся. Там у нас ссылочки всегда привлекательные. Всего вам хорошего. Спасибо за просмотр. И до новых встреч.